Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Dyna или как я ее люблю называть, Toyota Dyna 1996 года выпуска пробег на автомобиле 250 тысяч километров здесь стоит двигатель 3L 2.8 нетурбированный, обычный атмосферник механическая коробка объем 2.8 сегодня на этом автомобиле заменю радиатор системы охлаждения сейчас у нас уже прохладно стало машина в принципе не греется но решили заменить, а родной радиатор не выкидывать он медный отдать его, почистить, распаять бачки и почистить соты спаять и пусть лежит до лучших времен открываем салон снимаем водительское сиденье и снимаем кожух, который закрывает двигатель под сиденье залез под автомобиль, ямы нет поэтому так плашмя кран у нас находится практически посередине радиатора но вот я смотрю у нас вот кронштейн, на котором радиатор висит и вот здесь кронштейн эти кронштейны съемные с рамы я сейчас повнимательнее посмотрю и быстрее всего радиатор потащим не через верх, а через низ сейчас солью антифриз под домкрачу автомобиль повыше чтобы можно было вытянуть радиатор и буду откручивать уже я думаю, что у нас получится его через низ вытащить и через низ поставить новый ладно откручиваем пробку так, как гадарин так, как заходят что линия Пусть сливается. Пока сливается антифриз снизу, я откручу 4 гайки на крепление вентилятора. Гайки на 12. Вентилятор мы сможем, по-моему, вытащить, не снимая диффузора. Я также попробую оставить его на радиаторе, снять вместе с радиатором. И снимаю патрубок верхний. После этого, когда ослаблю, сниму вентилятор, сниму нижний патрубок. Добавляем курицу. Добавляем. Курица. КОНЕЦ 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 Магнитом буду ловить гайку, чтобы не упала. КОНЕЦ 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 Все, все четыре гайки снял. Вот и вентилятор у нас спокойненько вышел. Притом ремни я даже не ослаблял. Ремни остались натянуты. Шкив не трогаем, чтобы он не свернулся. И также обратно потом поставим электро... Ну, не электро, а вискомуфту вентилятора. Сверху снимаем шланг на расширительный бачок. Ну, я думаю, что сверху у нас все. Сейчас я иду снизу и откручиваю крепление снизу. Но перед этим я поддомкрачу автомобиль. Сейчас откручу вот этот пыльник. Или, скажем так, это воздухозаборник быстрее всего. С одной стороны гайка с болтом. И с другой стороны тоже гайка с болтом. Откручу его, уберу вниз. После этого я смогу уже открутить болт вот этот. Через резиновую подушку он кронштейн прикручивает. И также с другой стороны. Я его откручивать до конца не буду, я его ослаблю. А после этого надо будет вот этот вот кронштейн. Тоже открутить, чтобы он нам не мешал. Кронштейн уберем и радиатор уже потянем вниз. Антифриз еще чуть-чуть капает, поэтому я патрубок пока не снимаю нижний. Откручиваю пыльник. Открутил я этот пыльник. Снял его. И теперь откручиваю вот этих два болта. Почему не показываю, как откручиваю? Здесь неудобно одной рукой. Держать и другой крутить. Ослабляю вот эти по одному болту с обоих сторон. Под домкратил автомобиль. Снимаю последние болты крепления. Хомут я открутил, ослабил. Его удобно вот с этой стороны открутить. Сбоку он еще старого образца, проволочный такой. Также еще надо пыльник снять, который за радиатором. Тоже двумя болтами, головкой на 12. Держать. Смотрите продолжение в 3 части. 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 Открутим, а диффузор остается на месте. Уйдет он у нас вместе с радиатором. Откручиваю этот болт и опускаем. Смотрите продолжение в 3 части. Смотрите продолжение в 3 части. Сняли радиатор. Сейчас еще покажу соты внутри. Снаружи он подзабитый, но не сильно. Он продувался нормально. Берем новый радиатор. Вот такой радиатор фирмы САД. Маркировка ему TY0061. Здесь на этот автомобиль идет либо САД. Там еще какой-то вариант был, но там ждать нереально долго. Либо оригинал. У оригинала цена 64 тысячи. Снаружи, если он продувается, нормально, то внутри циркуляция у него была не очень нормально. Видно, те соты, которые я могу просветить, они больше чем наполовину забиты. Это только здесь, рядышком. Как правило, чаще по углам забивается. Больше, чем посередине. Поэтому я представляю, в каком он состоянии внутри. Ну и их чистят. Отдадим, посмотрим. Я, честно говоря, думал, что он медный. А ничего, он не медный. Поэтому видно будет, что с ним сделают. Сейчас мы с него снимаем диффузор. И снимаем боковые вот эти кронштейны. Перекручиваем на новый радиатор. И также новый радиатор снизу заведем вместе с диффузором. Эти у нас крепления. Два болта с одной стороны, два с другой. И также по два снизу. Головка на 13, не на 12. Я удивлен. Болты родные. У японцев крайне-крайне редко. Тем более праворуки, что не встречались. Другие болты. Откручиваем кронштейны. Все. Открутил я боковые кронштейны. Теперь распаковываем новый радиатор. Вот такой вот новый радиатор. Расположение патрубков краника и крепления у него такое же. Теперь одеваем на него рамку. И перекручиваем. Рамку затянул и устанавливаем на место диффузор. Рамку затянул и устанавливаем. Рыжий. 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 Идем устанавливаем на автомобиль. Идем устанавливаем. Идем устанавливаем. Идем устанавливаем на автомобиль. И уже сверху закрутим, поставим и закрутим вентилятор, оденем патрубок и заливаем антифриз. Меняется нормально. Можно с ямой вообще шикарно менять. Идем устанавливаем. Идем устанавливаем. Идем устанавливаем. Последний штрих портрету снизу. Это затяжка вот этого хомута. Я его наживил. И только остается подтянуть. Опускаем автомобиль. Ставим на место шланг на расширительный бачок. Заводим на место вентилятор. Наживляем. Все четыре гайки. А потом подтягиваем их. Все, вентилятор я затянул. Ставим на место патрубок. Все, вентилятор я перезапливаю. Не отдам. Наживляем. 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 Идем застанавливаем. Удивляем. Патрубок. А потом взят. Продолжение следует... Ну и заливаем антифриз. Антифриз буду новый заливать, потому что тот грязный был. Сейчас в банке покажу, какой он. Вот такая субстанция. Берем новый красный. И заливаем. Новый антифриз Ага красный. Номер его Ага 002Z. Все, залил антифриз. Ушло 8, где-то 8 с копейками. Там 8,100, 8,100. Сейчас постоит. Посмотрю, нигде никаких подтеков не будет. Потом заведу и прогрею. На этом все. Замену радиатора мы закончили. Всего вам доброго.